Это зорничники. Ребята из 19 команд со всех районов Брестской области. Приехали показать, на что они способны. Дело нелегкое, так как условия в прямом смысле полевые. Но в этом и особенность зорницы. При помощи того, что мы участвуем на зорнице, мы можем понять, как трудно военным, как раньше жили наши предки, как они воевали, как им было трудно, что они вообще делали. Открытие игры символическое. Сначала, как полагается, команды сдают рапорт. Далее показательные выступления кинологической службы, выставка боевых листков. Особенно важная для всех часть программы – это минута молчания в память о героическом погибших под барановичами летчиков. Более 200 бумажных самолетиков зорничники изготовили в честь подвига земляков. Они останутся у этих ребят, как знак, который будет каждому напоминать о погибших героях. Я считаю, что такие мероприятия должны быть, потому что это действительно патриотические мероприятия, настоящие, которые действительно не понаслышке помогают любить Родину, помогают гордиться своей страной. Их идет строевая подготовка, конкурс песни, сборка-разборка автоматов, показательные выступления. Я думаю, что эти два дня ребята проведут действительно с пользой. Многие ребята участвуют в Зорнице больше года. Их команды стали лучшими на районных этапах. На областном этапе им предстоит продемонстрировать точность стрельбы, знания в области медицинской подготовки и не только. Зорничники познакомятся с современной техникой и вооружением армии, пообщаются с военнослужащими. Чтобы максимально все время было интересно для детей. В первую очередь, отвлечь их от каких-то гаджетов. Их здесь в априори быть не может, потому что даже здесь интернета нет, и это сделано специально. Для того, чтобы они научились, начиная от простейших азов размещения на местности проживания, ну и выполнение всех мероприятий, которые мы согласно регламенту прописали. И прохождение полосы препятствий, работа с стрелковым оружием. Победители областной Зорницы, которые определятся по итогам двух дней состязаний, представят регион на республиканском этапе, который состоится в конце июня.